Волчка нашли на трассе под Челябинском. У истощенного и обезвоженного малыша были полностью парализованы лапы. Щенка еле живого привезли в ветеринарную клинику. Несмотря на неутешительные прогнозы, врачи решили бороться за его жизнь до конца. Параллельно депутат Госдумы Владимир Бурматов взялся за, казалось бы, неосуществимую задачу – найти для щенка инвалида хозяев. Волчок стал жертвой людей, которые его выбросили на мороз, в сугроб, а потом какие-то нелюди еще и пытались его отравить. Ну и вот, собственно, из-за этого он стал инвалидом, лапы его плохо слушаются, но за месяц, вот сколько мы им занимались, он удалось добиться очень хорошей динамики, он даже научился вставать на лапы, поэтому мы верим в то, что дальше он сможет и ходить, дай бог, и бегать, все у него наладится, потому что он, конечно, большой молодец, он настоящий боец. Многие не верили, что собака встанет на лапы, а уж тем более найдутся люди, готовые взять на себя такую абузу. Но чудо свершилось. Челябинка Екатерина узнала о Волчке из социальных сетей депутата и, немного поразмыслив, решила стать его хозяйкой. Он подписан на «Добрый хвост», у меня есть кошка, которую я сюда приводила как-то раз, я подписана на Владимира Владимировича, и вот так и узнала о нем, о том, что грустная история с ним случилась. Я очень долго сама себе противоречила, говорила, что очень хочу, потом боялась его взять, но все-таки вот, любовь победила. Ну, все, что скажет врач, все, что пропишет, ну, то есть это уже обязательно массажи, это свозить его в клинику, куда нам сказали съездить. Да, дружок, если нужно какие-то лекарства, то обязательно лекарства. Ну, в общем, все, что врач прописал, то и будем делать, конечно. Эта история удивляет гуманизмом и доказывает, что в Челябинске живут самые добрые и ответственные люди. Благодаря поддержке депутата Госдумы Владимира Бурматова уже сотни животных нашли свой дом. И на Левошино Урал-1.